Юловское озеро Он находится на западной окраине села Мы приехали еще к одному замечательному памятнику природы Ульяновской области Это родник Юловский Это место отмечено крестом Что мы подразумеваем под словом родник? Это либо выбивающая наружу струйка воды, либо колодец Но этот источник совсем не похож ни на то, ни на другое На пятачке в 20 квадратных метров десятки бурных струй выбиваются наружу Поднимая со дна миллиона песчинок Это похоже на какие-то холодные гейзеры Вода из которых буквально на нескольких метрах превращается в бурную полноводную реку Втекающую в речку Юловка Только представьте себе Из-под земли вытекает почти 30 ведер воды в секунду Идешь по мазкам сквозь абсолютно прозрачную воду Видишь эти многочисленные выходы воды Но говорят, что такое здесь было не всегда Про этот родник существует одна старинная легенда Когда-то на этом месте была совсем обычная сельская дорога Однажды барни возвращалась на подводе домой Как вдруг под лошадью стала проваливаться земля и выступила вода Буквально на глазах несчастная лошадка уходила под воду Не всела вырваться из-за подни Барни с подвода спрыгнула А несчастное животное так и утонуло вместе с телегой и с карбом Потом деревенские мужики пытались поднять имущество со дна Но так и не смогли ничего найти в бурных водах образовавшегося родника Только кажется, что глубина здесь небольшая Но стоит опуститься в эту каверну И вы погрузитесь буквально по грудь Не знаю как в древние времена Но сейчас дно родника нащупать вполне можно Этим летом на источнике со мной был известный фотограф Вадим Остриков Он решил погрузиться в источник с экстрим камерой Вот как выглядит юловский источник изнутри Как уверяют местные жители, этот источник всегда считался святым Более того, раньше через него проходил крестный ход по святым родникам от села Труслейка до села Коноплянка И включал в себя 6 святых родников Среди которых был и этот Увы, сейчас о многих родниках из этого паломнического тура почти ничего не известно На кресте у источника есть изображение иконы знамений Пресвятой Богородицы Вероятно, под наименному храму, существующему в селе Но достоверных сведений про изначальные православные названия этого источника я так и не нашел Так как в Юлово был и второй святой источник А в местном школьном музее хранится старинная икона Спасителя Найденная не так давно на Юловском роднике Сам храм был построен еще в 1854 году помещиком Алексеем Петровичем Обухом А вот это невзрачное на первый взгляд старинное здание на самом деле является старинным храмом Ему более 150 лет Сейчас мы попробуем пройти вовнутрь его В советское время храм превратили в клуб Теперь же здание просто заброшено Удивительно, но на стенах, где был алтарь, хорошо видны древние образа А вот это алтарная часть Даже сейчас здесь проявляются лики святых Из колокольни сделали будку киномеханика Вот сохранилось отверстие под кинопроектор Фильмы транслировались на алтарную стену Но теперь это все осталось здесь брошенным на произвол судьбы Удивительно, но почти никто не помнит Что именно в этом храме начал свою карьеру священника Будущий небесный покровитель Мордовии Священномученик Владимир Четверин Расстрелянный в 1918 году в селе Барахман-Гарт Спустя почти 90 лет его нетленные мощи были найдены Сохранилось нетронутый монотельный крестик И святой Евангелие, вложенный в руку Владимира Сквозь тело святого протекал холодный ключ Вот такой удивительный рассказ о святых источниках у нас получился сегодня На этом все, до новых интересных историй Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok